Доброе утро! Кто фруктовый салат на завтрак хочет? Присоединяйтесь тогда ко мне. Мы с вами договаривались, что вы подготовите. Любые фрукты, которые есть у вас дома, я использую все цитрусовые, которые можно сейчас найти. Вот у меня грейпфрут, который я разрезаю пополам. Вы знаете, это знаменитый диетический завтрак, когда грейпфрут подают ножом, вырезав эту мякоть. Это такой специальный нож, который прекрасно расправляется с грейпфрутами, при этом сохраняя оболочку грейпфрута абсолютно не поврежденной. Дело в том, что у этого ножа, видите, вот такой хороший язычок, носик, такой вот загиб. Поэтому благодаря этому загибу дырок этот нож не оставляет в нашей кожуре. Ну вот первая половинка грейпфрута у нас освобождена, отправляется в миску. Как видите, я делаю все это над миской, потому что драгоценный сок грейпфрутовый, который такой вкусный и полезный, должен собираться тоже в миске. Грейпфрут начинить можно чем угодно, хоть и овсяной кашей тоже будет смотреться уже по-праздничному, уже необычно. В данном случае мы будем делать фруктовый салат, который я добавлю, видите, вот купила, я, конечно, очень люблю сезонные продукты, но ради того, чтобы поделиться с вами идеями, как можно это приготовить не только зимой, но и летом, вот покажу вам еще с клубникой. На самом деле, если клубнику вы сейчас не купите в этом холодном месте января, ничего страшного не произойдет, вы просто берете мандарины, апельсины, грейпфрут, гранат, я не знаю, курага, чернослив, айва, которая может быть такая в варенье сваренная, или можно взять хурму, тоже прекрасно. То есть любые фрукты, которые вы можете найти, просто совершенно спокойно их используйте. Вот у меня две половинки, вот у меня мякоть. Теперь эту мякоть нужно освободить от вот этих перепоночек. Тут уже понадобится простой нож. Вот так, все очень просто. И опять не забывайте, что это нужно делать над такой миской, в которой стекают все наши ценные соки из грейпфрута. Не переживайте, если с первого раза у вас не очень получается освободить грейпфрут от сегментов, поверьте, во всем нужна сноровка, закалка, тренировка, правильно. Главное, чтобы нож был достаточно острый, тогда вообще нет никаких проблем вот с получением этих чудесных сегментов. Вот какой получился красивый разобранный грейпфрут на сегменты, видите, прямо с соком, красота. Теперь сюда же мандарин. С мандарином все гораздо проще, его просто нужно вот так вот очистить и совсем не обязательно избавлять от кожуры. Он и так хорошо, у него не такая грубая вот эта кожица, как у грейпфрута, поэтому ничего страшного, просто очищаем от вот этих белых перепоночек и маленькие дотки мандарина, а отправляем в грейпфруты. Ну, если, конечно, вы тренируетесь на получение сегментов из цитрусовых, то можно и с мандарином это проделать. Есть мандарин, разобрали. Теперь апельсин очищаю от кожуры, от этой вот такой толстой, некрасивой. Собственно говоря, этим бы можно было и ограничиться и получить такой цитрусовый салат. Но, естественно, более красивым он будет, если мы добавим туда зернышки граната и, конечно, аромат клубники, пусть даже сейчас не ее пора, все равно вот этот легкий нежный аромат клубники, впрочем, можно взять из замороженной ягоды, разморозить их добавить в этот салат. Ну, а летом, ребята, какие ягоды есть под руками, такие вот совершенно можно спокойно соединять. Единственное, что мне очень нравится, когда ягоды соединяются с каким-нибудь вот таким тропическим фруктом. Очень здорово на самом деле манго работает. Я понимаю, что это уже совсем такая какая-то экзотика для нас, Ну, поверьте, вот во фруктовом салате манго дает, кроме того, что он дает такую прекрасную совершенно структуру, так он еще, у манго еще чудесный совершенно запах, аромат. Он, его ни с чем не спутаешь, и здорово он сочетается именно с лесными ягодами, как это ни странно, да? Казалось бы, ну вот пол апельсина мне хватит, остальное можно впустить на сок. И теперь гранат. Я обычно гранат вот так надрезаю, чтобы потом можно было, видите, так сломать. И тоже сок отправляется туда же. И вот наши зернышки граната украшают все это цитрусовое буйство. Тоже это на любителя. Нравится побольше гранат, добавляйте побольше. Меня он устраивает здесь вполне как декорация, украшение. Осторожно с перепонками. Гранаты они тоже есть. Говорят, они страшно полезны, но совсем не нужны в этом салате. Так, и клубника, наконец. Она у меня мелкая, поэтому все, что я делаю, я разрезаю ее вот на такие четвертинки. Ну вот штук 6-8 клубничек. Разрезали. Отправили. Но еще не все. Честно говоря, так как действительно цитрусовые, они все, ну вы знаете, их сладость, она такая в меру, она не приторная. Поэтому действительно сладкого сюда немножечко добавить чего-нибудь нужно. Я, естественно, буду добавлять сахарную пудру, потому что пудра быстрее, чем все остальное, чем сахар, она как бы становится одним целым с нашим салатом. И еще вот такая небольшая горсть мяты. Изрубить. Мята прекрасно сочетается с фруктами. Хотя, впрочем, мы с овощами вообще удивительная травка. Не очень мелко рублю, так, чтобы тоже присутствие ее было, чтобы она давала себе знать ощутимо. И добавляю одну столовую, или в данном случае две чайные ложки сахарной пудры. И несколько капель, это у меня апельсиновая водичка такая, ну, чтобы просто аромат был совсем праздничный и фантастический. Все. Ой, пахнет сумасшедшим. Перемешали. И выкладываем в наш салат. Скорлупки от грейпфрута. Согласитесь, эффектно, красиво, празднично, легко, полезно. Но что еще нам нужно на завтрак? Обязательно завтракайте. А на следующий раз приготовьте макароны, отварную куриную грудку, какой-нибудь голубой сыр. Я буду использовать бергонзолу и брокколи. Прекрасно выжимаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова